Лучшее в стране Дорогие друзья, мы продолжаем в студии Лизы Калинина «Лучшее в стране». И у нас сегодня в студии замечательный гость, лауреат различных литературных премий, писатель Вадим Панов. Вадим, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы к нам пришли. Так еще и не с пустыми руками, да еще столько поводов у нас с вами пообщаться. Давайте прям сразу начнем и покажем, что у нас на столах лежит много ваших книг. Целых. Да, но главное это одна. Одна. Это работа, которая называется «Искажение». Роман «Искажение». Роман «Искажение». И это вообще премьера-премьера, если говорить музыкальным языком. Прямо из печки, из типографской печки только что выскочила эта книга. Ее релиз, ее премьера должна будет состояться чуть позже, в сентябре, но для вас мы сделали исключение и привезли несколько книг для розыгрыша, и в том числе для слушателей и зрителей страны FM. Друзья, у нас, смотрите, мы эту книгу, вы можете вообще ее прочитать раньше всех, мы ее будем разыгрывать. Чуть попозже мы зададим вопрос, поэтому слушайте внимательно и смотрите страну FM, будьте первым, возможно, книга уедет именно к вам. Вадим, ну расскажите вообще, как сейчас ваш, я так понимаю, литературная жизнь развивается, идет в гору, по наклонной вверх, да, книга вышла новая. Как долго ее писали, создавали? Ох, довольно долго, чуть меньше года, потому что роман «Искажение» — это продолжение, продолжение романа «Отражение». Которая тоже у нас есть. А мы, между прочим, будем разыгрывать две книги. А, сразу комплект. Сразу комплект, конечно. То есть первая, вторая часть. Победителю повезло у Гу-гу как? Сейчас у меня даже завидно. Потому что нет, просто у меня искажений еще нет. А у кого-то будет? Я привез, да, кому-то дарить. Это продолжение, вторая часть. Да, вторая часть, причем они очень интересны, это книги, которые состоят, это романы в новеллах. То есть каждый роман состоит из шести новелл, шести глав, которые представляют собой самостоятельные рассказы. И по отдельности, их можно читать по отдельности в разных сборниках, допустим, они будут самостоятельными рассказами. Но под одной обложкой и в той последовательности, в которой они есть под одной обложкой, они представляют собой законченные романы, законченные истории. Еще какие-то названия красивые, отражения, искажения. Ну, и чтобы не перепутали. А вот скажите, пожалуйста, мне как дилетанту абсолютному, вот название для книги «Трудно, думается» — это, наверное, самое сложное. Это самое сложное. Тебе же надо ёмко, кратко дать какое-то описание в одной фразе, в одном слове. Чтобы ещё при этом по возможности как-то отражало то, что происходит под обложкой. Отражало, а не искажало, да? Да, да. И при этом, чтобы это не отпугило, потому что можно сделать краткую нотацию, а нотация на втором месте по сложности. То есть написать книгу можно, а вот дальше начинается, как её назвать, как написать анонс, потому что многие авторы сами пишут краткий анонс на обложку. Очень трудно, очень трудно. И подбирать название невероятно тяжело. Нужно, во-первых, сказать, что вы работаете в жанре научной фантастики, фэнтези. Вот эти книги, которые мы сейчас презентовали, это что? Какой жанр? И можно ли как-то в один его включить? Это скорее современная мистика. То есть мистика, которая, с одной стороны, опирается, ну, естественно, опирается на то, что всем известно, на все эти легенды, мифы, тайны, секреты, которые были раньше, потому что, естественно, база должна быть, иначе всё это просто история повиснет в воздухе. А с другой стороны, они переработаны под наш современный мир, под наше современное общество в том числе, да, под наше современное восприятие мира. Потому что всё же меняется. Когда-то книги, ну, какие вот истории мистические, они представлялись в виде сказок. Тот же самый Шарль Пиро, это, в общем-то, были сказки для взрослых. Если мы почитаем его без купюр, даже сейчас они читаются, мягко говоря, жутковато. А потом их сгладили, да, слово сказки стало использоваться для детей. Но ведь взрослым тоже хочется иногда подумать, а что вот там в тёмном переулке? Вот я иду домой, да, вот у меня есть моя освещенная улица, я знаю, что я пройду сто шагов и упрусь в свой подъезд. А если я сверну? Вот здесь вот арка тёмная, да. Ну, хулиганы — это пошло, это пускай детективчики пишут. А если я сверну в эту арку, что меня там ждёт? Что я там увижу? Увижу ли я что-то? Это современная городская сказка в том числе, которая рассказывает нам мистические истории, необычные истории о том, что нас сейчас окружает. Потому что если раньше, скажем так, вот эти все невозможные существа жили где-то в лесу, потому что люди жили в деревнях, то сейчас эти невозможные существа живут в соседнем подъезде, в канализации, в городском парке. Да, потому что мы-то живём в городах, и мы с собой их привезли. У нас сейчас небольшая музыкальная пауза, друзья, и уже скоро у нас состоится розыгрыш, поэтому следите за нашей беседой, будет очень интересно. Дорогие друзья, продолжается программа «Лучшая в стране» в студии Лизы Калинина, и у нас в гостях сегодня писатель Вадим Панов, как мы и обещали. Друзья, мы разыгрываем книги, причём разом мы готовы отдать две. Первую и вторую части. Первая работа называется «Отражение», второй роман называется «Искажение». И сразу записывайте наш номер 909-928-189, смс WhatsApp Viber. Правильное пятое сообщение окажется победным, и мы отдадим эти книги замечательные. Итак, внимание, вопрос. Как называлась моя первая изданная книга? Как называлась первая изданная книга? Писатель Вадим Банов. Друзья, пожалуйста, пятое сообщение. WhatsApp Viber 909-928-189, и в конце программы мы подведём итоги и узнаем, кто же этот счастливчик, который заберёт сразу комплект из двух ваших романов. Скажите, пожалуйста, Вадим, вот у вас очень интересная история, мы уже так её затронули, вне эфира. Вы жили-жили хорошей жизнью, работали. Был приличным человеком. А потом написали... Книгу. Книгу целую, роман сразу? Роман, да. А как это случилось? Вы всегда любили что-то писать? В школе всегда писали прекрасные эссе, сочинения? Вот откуда такая подпределенность? Школьные эссе, наверное, не особо мы будем сейчас затрагивать. Да. А началось всё в институте, когда я заканчивал технический вуз, Московский авиационный институт. Мои. Да. И технари, чтобы немножко отлечься от своих сложных, ну реально сложных вещей, очень хорошо, очень любят играть в театре. То есть вот студенческая самодеятельность у нас была на очень высоком уровне. У нас действовал, собственно, студенческий театр. И я с первого же курса в нём оказался. Ну мы её вообще славятся этим, студенческой жизнью, да. И, ну, получилось так, что я больше придумывал. То есть актёрские способности в какой-то мере присутствуют. То есть руководили процессом, так сказать? Нет, не, придумывал, придумывал режиссёр, это другое. А, создавали, всё понятно. Сценарей, драматург, то есть вот мне нравилось, да, придумывать. И появилась привычка записывать. То есть у меня с собой была всегда записная книжка, где подмечаешь человека, интересный человек, интересный анекдот в том числе, да, интересный диалог, который возник, интересный какой-то образ. Всё это записывалось, всё это систематизировалось, и в какой-то момент превращалось в сценки, в какие-то истории, которые... То есть идея уже реализовывалась в продукт, так скажем. Да, то есть это была вот эта вот, как сказать, подушка, фундамент для развития. И тогда же написал свою первую пьесу, кстати. А, пьесу, не говорите? Да, была и пьеса, да. Скажите, какая книга, и вопрос наш провалится. Вот, ну, естественно, для студенческого театра. То есть мы поставили нормальную пьесу, там, час-двадцать, ставили профессиональные режиссёры. А когда я закончил институт, был период, когда надо было много работать, ну, в 90-е годы, в общем-то, надо было работать. А вот это вот желание что-то писать, сочинять, оно осталось, записные книжки остались. То есть я продолжал заносить, и в какой-то момент я понял, что материала уже много. Много, и можно написать книгу. Ух ты! Да. И вот решились... Это было довольно дерзко, потому что у меня не было никакого опыта вот серьёзной литературы. Я написал книгу, распечатал черновики, пошёл обивать пороги издательства, я знал, что мне откажут. Но вы пошли. Это очень важно. Я за отказом. Да. Я подчеркиваю, потому что я прекрасно понимал, я технар, я знаю, что первый образец никогда не работает. Угу. Здорово. Поэтому я пришёл во все издательства, показал, везде получил отказ, но мне было важно узнать, почему отказывают, что я не так сделал. Вы получили? Я получил, да, мне сказали в одном издательстве, а мы, говорит, не поверили. Вот фразу, знаменитая фраза Станиславского, я её слышал тысячу раз до этого, но для театра. И у меня щёлкнуло, что в литературе то же самое. Тебе должны поверить, особенно если ты рассказываешь о чём-то необычном, о том, чего трудно увидеть. Ещё год я переделывал первую книгу, но как переделывал? Сюжет, история, всё осталось. Я делал так, чтобы поверили. Я переписывал её. Дорабатывали. Да. И на следующий год её взяли. Здорово. Друзья, нам эту информацию нужно переварить, и вам отличный совет уже на день, что не стоит бояться услышать «нет сто раз». Ни в коем случае. Видите, как мечты забываются. Просто нужно это «нет» обращать на себя, на себя, себе на пользу. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. А теперь вы лауреат многих литературных премий. В том числе. Вот какая штука жизни. У нас небольшая пауза, мы скоро вернёмся. Лучшее в стране. Дорогие друзья, мы продолжаем. У нас в гостях сегодня писатель Вадим Панов. Мы разыгрываем книги Вадима. У нас вопрос, как называлась первая книга, которая была издана. Да? Да. И пятое правильное сообщение окажется победным. У нас очень много сообщений, очень много неверных. Номер WhatsApp Viber 909-928-189-9. Пожалуйста, пишите. У вас есть ещё такая возможность. Вадим, мы продолжаем. По вашему творческому пути, так скажем, идём. Что мне безумно понравилось, что вы осознанно, когда начинали, шли за отказом, вы его получили, причём не один раз, переделали книгу, услышали, то есть что надо дорабатывать, то есть полезную критику, так скажем, услышали, и всё, переделали, пошли вновь, и вас взяли. Да, меня напечатали. Первая книга, название которой мы сейчас пытаемся узнать. Да. Она вышла в 2001 году как раз. Это ещё подсказочку дали. Да, да. А, подсказка. Ну ладно. Скажите, вот сейчас есть такая история, что, в принципе, писателю в России тяжко живётся, очень трудно пробиться. Ну, по вашему опыту, везёт тому, кто везёт. Да. Потому что пробиться трудно всегда. И, в принципе, в любой профессии. Да. И это один из тех законов, которые будут с человечеством на протяжении всей его истории. Трудно пробиться. 90% всего абсолютная ерунда. Вот. То есть, вот эти вечные законы, они, да, они есть. И складывать руки после первой же неудачи, это значит привыкать к неудачам. А, ну как, это не совсем в правилах. Смотрите, вы пишете в жанрах научной фантастики, фэнтези. Насколько мне известно, это сейчас один из, ну, самые популярные направления в мире и у нас в стране, в России, да? Ну да, один из популярных. Это вам изначально нравилось? То есть, вы тоже читали такую литературу? Почему вы стали именно писать сразу в этом жанре? Естественно, я читал много разных книг. Именно фантастика, фэнтези? Да, фантастика была любима, потому что, когда я рос, книги фантастические, фильмы фантастические, их было крайне мало. Это сейчас, в общем-то, эфир переполнен, да, и новые спецэффекты, которые позволяют сделать вещи, которых мы даже мечтать не могли. Мы могли только придумывать. Вот, и, соответственно, писать. И поэтому, конечно, фантастика, она была чем-то таким несбыточным, необычным по сравнению с тем, что окружало вокруг. Оно давало простор для, в общем-то, воображения. И очень любили именно фантастические книги. И эта любовь со мной осталась навсегда. А детективы люблю. Вот. Но в какой-то момент перестал читать, по крайней мере, в больших количествах. Там же все понятно. Вот его убили. А потом мы долго-долго будем расследовать, кто убил. Вот. И найдем его. Механика известна. И покараем. Да, механика известна. Вот это фантастические допущения, они дают больше возможностей для маневра. Фантастическое допущение позволяет поставить человека не просто в сложные, а при этом еще в необычные условия. То есть смоделировать его поведение в тех ситуациях, которые в обычной жизни, в принципе, даже невозможно себе представить. И посмотреть, как человек себя поведет. Ведь, в принципе, любая хорошая книга, она в первую очередь о человеке. О героях. В разных обстоятельствах. Мы на них смотрим. Да. То есть мы смотрим, как они себя поведут, попав в такие или другие обстоятельства. Ведь те же самые стругацкие, трудно быть богом, например. Это же нравственный выбор человека, который обладает колоссальной силой, колоссальными возможностями, но применит он их или нет. То есть вот это вот... А выбор надо делать. Да. Да. Поэтому... Ваши герои, они как-то подсмотрены в жизни или все это плод ваших идей? Так скажем. Главные, безусловно, собирательные. Потому что вот конкретные прототипы, это трудно, потому что для того, чтобы человек оказался четким прототипом, стопроцентным прототипом, нужно очень хорошо его изучить. Нужно его прям перенести, да. Поэтому главный, главный персонаж, главные герои, они всегда собирательные образы. Так лучше, потому что ты можешь смоделировать этого человека, того, который, ну как... Ну такой идеальный набор. Не всегда идеальный. Качеств. Не-не-не, но имеется в виду для этой книги. Да, вот, да. Идеальный подбор, да, для вот этого места. А в эпизодах каких-то второстепенных персонажей иногда, да, появляются персонажи с реальными прототипами. Почему нет? Это такое. И то есть кто-то из ваших знакомых, читая книгу, такой, ага, что-то узнаю. И не только знакомых, но тем не менее, да, то есть иногда попадаются и медийные персоны и так далее. Но это уже так, это просто шутки. Понятно. Смотрите, вы когда приступаете к работе, у вас уже, в принципе, есть какой-то, ну не сюжет уж целиком, но в принципе, какая-то, вот опять слово механика, есть. Просто мне так интересен этот сам процесс. Сам процесс. У меня он, скажем так, состоит из нескольких моментов. Первый, это вообще о чем? То есть общий замысел, которым может стать одно предложение, один абзац, просто одно слово. То есть вот что-то от тебя дергает и приходит идея. Это, кстати, довольно частый вопрос, откуда вы берете идеи? Вот никто вам не ответит. И люди, писатели, которые вам говорят, ну она вам приснилась. Он врет просто потому, что ему уже надоело врать о другом, о чем-то. Это непонятно. То есть мы живем в одном информационном поле. Мы слышим одни и те же истории, смотрим одни и те же фильмы, одну и ту же музыку. Но у кого-то вот этот вот поток, где-то на подсознательном уровне, превращается в построение бизнеса. Вот человек так вот устроен, что он из всего может извлечь прибыль. У кого-то это превращается в создание музыки. Он не расскажет вам, как он вдруг написал этот хит. Раз и сделал. Раз и сделал. Кто-то пишет. То есть вот сформировав, услышав все вот это вокруг, он это превращает в книгу. Идея. Потом сюжет. То есть дальше, ну это у меня, видимо, с технарского моего обучения, я пишу план. То есть у меня всегда есть план. А, вот как интересно. Да. Вот. Это тоже долгая работа, которая отнимает изрядное время. То есть я сформирую, о чем, как будет построена книга. И уже потом, собственно, идет процесс. У нас по плану сейчас перерыв на рекламу. План тоже план. Везде план. Да, выполняем. Мы скоро вернемся. Будьте с нами. Мы продолжаем лучшая в стране наша программа. И в гостях у нас сегодня писатель Вадим Панов. Разбираем ваш творческий путь. Что еще интересно? По вашим книгам, ведь еще снимают работы. И часто, ну, сталкиваешься со знаменитыми писателями, когда они дают интервью, что, ну, придираются к чему-то, когда увидят персонажа, как его, ну, увидел режиссер, у вас в голове совсем другая была картина, история. Вы с этим сталкивались, нет? Отслеживали как-то вообще процесс рабочий? Ну, вот весь. Весь, совсем весь, конечно, нет. Потому что это совсем другая кухня. Кино. Но я принимал участие в кастинге. У меня не было право вето, но у меня было право такого авторитетного голоса, то есть ко мне прислушивались. То или не то? Да. Поэтому вот люди, которые играли в фильмах по моим книгам, они, ну, как, я был согласен с выбором режиссеров на этих персонажей. А вот, когда смотришь уже готовую, материал. Но здесь другое, это очень трудно рассказать, поделиться, потому что ты это всё не просто писал об этом, ты это снимал одновременно в своей голове. То есть ты, конечно, всё это представлял. Когда пишешь, всё это представляешь живую. И ощущения совершенно удивительные. Они говорят твои слова, они выглядят, как ты их себе представляешь, они делают то, что ты знаешь, что они будут делать, но это всё как-то со стороны. Это как читать книгу со стороны. Это то же самое для меня, что слушать книгу. Да, вот есть аудиокниги. Когда мне включают мои книги, например, там, послушай голос, мы тоже согласуем, актёр, я сижу, слушаю, как это можно? Откуда это? Дайте мне книгу. Я олдскул, я читаю с бумаги, предпочитаю читать бумагу, и мне очень трудно все вот эти современные медийные вещи воспринимать, то есть я понимаю, что они нужны, я оцениваю их, я стараюсь, чтобы они были качественные, я прекрасно понимаю, что мир шагнул вперёд, но вот лично я, сколько ни пробовал читалки электронные, аудиоформат, не моё, не могу, я должен погрузиться в книгу, я должен сидеть с ней и читать. Ещё очень интересная такая история недавно случилась, вы выступаете не только как писатель и работаете непосредственно над книгой, вы ещё и такой просветительской функцией занимаете, что ли, огромное глобальное такое музыкальное событие, есть у нас в стране, называется оно «Нашествие», и вот в этом году вы были лектором, один из лекторов, да. И о чём вещали, какие вопросы интересовали аудиторию, ведь там не только были ваши читатели, там люди, которые приехали ДДТ послушать, например. Да, правда ДДТ не было, по-моему. Ну, я образно, рок-музыкантов, да, ДДТ не было. Смотрите, просто получилось очень интересно, дело в том, что строение книг, отражения и искажения, оно, как я уже говорил, это романы в новеллах, но каждая новелла, она не просто новелла придуманная, она, как сказать, навеяна одной из песен, одним из хитов музыкантов нашего русского рока. И она даже называется так, как называется «Соответствующая песня», и в эпиграф вынесена часть этой песни, которая наиболее полно отражает эту историю. Вот, и вот эта вот связь между нашим роком, который вот создает свое собственное пространство в музыкальном, да, среде, и литературой, которая как бы вплетает элементы нашего рока в текст, вот об этом я рассказывал, и, как мне кажется, всем понравилось, тем, кто был. Волновались? Да, безусловно. Да? Ну, конечно, потому что это нашествие, это совершенно другой формат, да, это музыка, в первую очередь, это музыка, которая, не прекращаясь, идет с главной сцены, со всех остальных сцен, то есть это праздник, потрясающий праздник этот летний. И тут раз так, лекторий, давайте поговорим о литературе. Естественно, я приехал так, так, а что? Что же я буду делать? Да, нет, у меня текст, естественно, был, вот, но как, как это, прекрасно, прекрасно, я даже удивился, потому что и пришли люди и задавали вопросы именно вот об этой связи, то есть у нас была не только лекция, а потом еще и очень содержательный, интересный разговор. Ну, это приятно, конечно. Безусловно. Смотрите, вот вернемся к вашей уже непосредственной деятельности. Был ли выбор, я напомню просто, кто к нам присоединился, Вадим до этого вообще был, занимался другой работой, бизнесом, стал писателем, и вот этот вот выбор, нужно было делать, о котором мы говорили, что-то предпочесть, или как-то был еще процесс совместительства, период совместительства? Был, безусловно, период, ну, совмещения, вот, когда, не то, что я относился там несерьезно, но как-то вот хорошо получается, не требует там особо много времени, то есть, можно себе позволить этим заниматься как хобби, а потом в какой-то момент надо было, просто, да, даже не надо, как-то жизнь так сложилась, даже не надо, просто вот в какой-то момент я вдруг понял, что можно как-то сосредоточиться на чем-то одном, вот, потому что, опять же, вопрос литературный, они создают еще и массу как-то дополнительных, то есть, одно дело, когда ты занимаешься... Мероприятий. Да, да, потому что уже требуется больше времени, если этим заниматься как профессионально, да, то требуется действительно больше времени, и в какой-то момент, да, я просто решил для себя, что вот здесь мне комфортнее. Пора. Вот, да, и уже перешел окончательно. Мы сегодня также презентуем вашу книгу, которая называется «Искажения», а она еще не появилась в магазинах, то есть появится она только в сентябре? В сентябре, да. И вот «Страна.ФМ» уже имеет такую возможность. Доступ к телу. И одни из наших слушателей-зрителей сегодня как раз получат призы-подарки. Вот немного о книге. Расскажите, где происходит действие. Вы просто мне так за кадром рассказали, какие города. Вот я и хочу нашей аудитории раскрыть секрет. «Искажения» — это современная мистика, это история, это шесть историй невозможных, необычных, загадочных тайных, которые происходят на улицах, которые нам всем известны. Это Москва, это Санкт-Петербург, это Севастополь. Да, то есть, ну, четыре истории в Москве, одна в Санкт-Петербурге, одна в Севастополе. Это история о том, как необычная может торгаться в нашу жизнь, иногда помогает, иногда угнетает, иногда ломает человека, иногда позволяет ему по-другому раскрыться. Вот то, о чем я вам говорил, это фантастический, мистический элемент, который помогает писателю человека вскрыть глубже, намного глубже, чем в обычной реалистической прозе. Это книга для нас, для тех, кому интересно, вот что происходит вокруг, если чуть-чуть, если одеть, например, другие очки, и посмотреть на мир не зашоренным взглядом. Ой, как интересно. А еще, когда Севастополь упомянули, так вообще к правильному человеку пришли сегодня в гости. Это точно. Друзья, у нас небольшая пауза, вновь все по плану, вы же понимаете, Вадим, и мы вернемся к вам, будьте страной к вам. Программа «Лучшее в стране» продолжается, дорогие друзья, в студии Лизы Калинина, в гостях у меня сегодня писатель Вадим Банов, и мы готовы подвести итоги. У меня в руках такая целая, ну, серия уже, наверное, из двух книг. Первая называется «Отражение», вторая — «Искажение». И вот это наш подарок за ту викторину, которую мы с Вадимом провели сегодня. Вопрос был такой. Как называлась первая книга, которую посчастливилось Вадиму издать? Да. И она называлась «Войны начинают неудачники». И именно пятая, ну, такая у нас была лотерея, что пятый правильный ответ дала девушка по имени Ольга. Живет она в Реутове. Ольга, мы вас поздравляем от души. И что самое интересное, классно, что вы отражение получите тоже, но вот «Искажение» — это просто дебют, вы будете вообще первой читательницей по факту. По факту — да. Потому что книги напечатали только вчера, издали. А сегодня она уже может быть у вас. Да. Так что, Ольга, мы вас от души поздравляем. С победой! Вы в честной борьбе забираете книги. Ура! Скажите, Вадим, у вас, помимо того, что так перевернулась жизнь, то есть деятельность отчасти поменяли, у вас уже и профессиональная среда вас, так скажем, оценила, потому что у вас очень много литературных премий, портал, и «Звездный мост», в общем, их много. Вот по вашим ощущениям, это вообще важная такая история для писателя, когда тебя награждают из такого огромного числа писателей, которые сейчас есть в современной России и мире. Вот что вы по этому поводу скажете? Безусловно, определённое. Есть, ну как сказать, безусловно, приятно. Ну да. Кому неприятно получать награды. А ещё и столько. Вопрос из серии, да, вы хотите, чтобы ваши книги были экранизированы, да? Назовите мне писателя, который не хочет. Конечно. Вот, поэтому, безусловно, когда получаешь премию, награду какую-то, то это радует. Но мне очень особенно нравятся награды, которые, как сказать, совпадают с читательским мнением, да? То есть вот у нас есть такая награда, это лучший фантаст России. Это честная награда, которая делается по результатам как бы вот издания, да? То есть кого читают. Вот. У меня таких две. Класс. Да. Вот. Ну, просто больше нельзя по условиям премии. Так бы вы уже забрали всё. Вот. Нет, ну, там честная борьба. Да, да, да. Поэтому они, потому что они бывают разными. Вот. Но в первую очередь, вот для меня лично, это наибольшая награда, это то, что люди читают книги, даже до сих пор. То, что потом нам есть, что обсудить. Вот. То есть, поскольку я очень доступен и в соцсетях, как бы, и в сети, то можем встречаться, ну, виртуально встречаться, обсуждать те или иные какие-то вопросы, обсуждать какие-то моменты, персонажи. То есть вот то, что мы с читателями на одной волне, то, что нас интересуют одинаковые вещи, то, что нас интересуют какие-то одинаковые события, это очень и очень радует. Конечно, это безумно приятно. С вами можно пообщаться и лично, насколько я знаю, потому что впереди, в планах, есть такие встречи, и вот в частности, в День города. На Московской международной книжной ярмарке. с 5 сентября она будет проходить на ВДНХ, я так понимаю, вы как раз будете общаться с аудиторией. 7 числа я выступаю в рамках книги города программы и 9 числа, это, видимо, воскресенье, непосредственно будет встреча на стенде издательства «Эксмо». Вот, так что, друзья, книги подпишите? Обязательно. По возможности, да? Да, и там уже точно будет искажение обязательно. А вы скажите, когда приходят к вам уже непосредственно ваши читатели, которые книгу, книги ваши знают, следят, весь путь ваш изучили, какую-то обратную связь дают, может быть, позволяют тебе даже какой-то совет дать, вопрос. Вы вступаете в беседы? Безусловно. Безусловно, потому что это часть как раз вот то, о чем я говорил, часть взаимообщения. Вот того разговора, да. Да, и мне, конечно, интересно, как люди, которые читают, но не просто случайно пришли, о, писатель выступает, давайте я послушаю, сколько у вас книг напечатаны? Да, дайте две. А когда можно поговорить именно о книге и услышать то, что думают люди, которые читали, в том числе, с первой книги, например, которые знают мое творчество, возможно, лучше меня, потому что любой человек знает творчество другого человека лучше, чем он сам. Я вырос на ваших песнях. Я однажды уже это услышал, я не ожидал, что я это... Я пошутила. Просто такая фраза очень известная. Да, да, да. И по-разному трактуется. Я знаю коллег-писателей, иногда я замечал у них огромные глаза, удивленные после встречи, и я спрашивал, а что такого-то? Они говорят, потом узнаешь. И когда я услышал впервые, когда мне сказали, я вырос на ваших книгах, я выхожу с этой встречи, мне говорят, услышал, да? Я говорю, да, то самое, все. Забавно. Смотрите, у вас сейчас уже что-то ведется, какие-то работы, наработки по новым книгам? Да, безусловно. Уже, да? Просто мне так интересно, когда выходит новая книга, столько акций вокруг, столько мероприятий вокруг нее. Неужели писатели есть возможность садиться и продолжать свой труд писательский? Да. Потому что времени-то и нет. Книга состоит из разных этапов, для меня. То есть вот сейчас, могу приокрыть завесу тайны, то есть сейчас я работаю над планом. Над планом следующей книги. А это требует меньше непосредственно работы над текстом, а больше продумывания. То есть я еду, я в пути, я параллельно о чем-то думаю. Поэтому работа не останавливается. Ох, да какой трудный у вас. Ну нет, не трудный, наверное, неприятный все-таки процесс. Интересный. Ну, надо привыкнуть. Безостановочный. Постоянный. Это да. Это да. Причем иногда уже возникает ломка. Потребность ничего не делает. Нет, как раз наоборот. То есть если... Творить. Если какой-то... Ну, бывает так, что занят чем-то таким, что уже ничего другого в голову не приходит. Да? То, что есть... Все мы живем, все мы живые люди. Естественно, есть вещи, на которые ты отдаешься и думаешь только о деле, которое сейчас тебя увлекает, да? Не думаешь о книгах. И через день-два уже начинается вот ломка, когда тебе мозг говорит так, а... Пора, пора, пора. Да, может, что-нибудь придумаем? Вот. И тогда уже, да, то есть... Да, сейчас, 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 сейчас. Вот. И либо начинаешь резвиться просто на каких-то встречах, потому что это не требование, потому что ты такой резвый, а потому что тебе уже предлагают... Ну, это все скучно, давай что-нибудь придумаем, давай что-нибудь замутим. Вадим, спасибо вам огромное. Спасибо. Мы желаем вам... Да что вам желать? Вы все хорошо, успехов, побольше читателей, да. И поздравляем вас, у вас вышла новая работа, шикарный роман. Так что, друзья, покупайте и встречайтесь в сентябре. Вадим Панов, писатель, был у нас в гостях. Спасибо. До встречи. Спасибо. До встречи. Лучшее в стране.